здравствуйте дорогие мои зрители подписчики у меня накопилось несколько вопросов и я решила что лучше сделать видео и всем сразу ответить вот это бегония биг по ней был тоже вопрос как называется на точное название я сначала ответила что не могу сказать потому что документы я уже отдала а потом вспомнила у меня есть кассета вот она я сейчас он так на виду и смотрите вот еще одна этикеточка тоже здесь у меня она вот красная зеленым листом хорошие растения декоративные растет до самых морозов и цветет очень обильно но любят его всякие насекомые видите какие-то точки есть но я к тому что если вы захотите выписать чтобы уже знали какие будут вопросы здесь ждать еще вопрос это довольно часто встречается чем я подкисляю свою воду для полива калибраха и петунии хлороза у меня вот уже года три нет совсем вот такой регулятор у меня есть ph в латвии это просто 10 литров стоит 10 евро с копейками в агрофирме а гриматку у нас у нас в нашем городе есть поэтому я всегда там все покупаю так что проблем нет для полива сначала я использую дождевую воду пока у меня петунии калибрашка маленькие и тогда я могу принести воду вот из бочки но когда уже их много полив частый я использую просто водопроводную воду набираю в кубик добавляю туда удобрения например калий или фосфор вот я тогда добавляю этот регулятор и особенности когда железо нужно добавить тоже обязательно чтобы подкислить водичку если кальций кальцинит или сульфат калия или нитробор тогда я не добавляю эту кислоту вот просто обыкновенной водой поливаю если нужно срочно я вижу какое-то растение одно может быть захлорозила у меня есть 3 литров это колечко одну столовую ложку этого регулятора и поливаю можно железо еще добавить это как скорая помощь на растение так и ну в общем то нужно периодически это делать но в крайнем случае если у вас но маленький объем то наверное не стоит покупать 10 литров этого регулятора я знаю что пользуется лимонной кислотой а для меня например лимонная кислота это дорого на такой объем но обычно делают столовую ложку этой лимонной кислоты на ведро воды и я слушала одного блогера но она девочка такая серьезная блогер она говорила что если когда нужно реанимация просто она даже столовую ложку на литр воды и поливала но это наверно когда вот такой вариант или это растение будет жить или не будет и тогда можно рискнуть ну вот так еще могу вам посоветовать такой такое дело что я прочитала не брон так не делала сама говорю честно еще спрашивали как крепятся у меня вот эти металлические палки на которых висят горшки с цветами кстати удобная штука они висят у меня на таком уровне где мне легко за ними наблюдать и поливать и они не под самой пленкой мне же 2 пленка бывает ну в общем легко и цветам и мне так вот такая перфорированная металлическая лента она продается в рулонах наверное метров 10 не так дорого мы разрезаем нужную длину измеряем и разрезаем все одинаковые длины и потом саморезом вот здесь крепится на перекладинах перекладина у меня не очень-то брусок этот 5 на 3 не такой мощный но держится все хорошо спрашивали что держится или нет выдерживать теплица теплица у меня даже не на столбиках видите там 33 такие доски из елки 6 метровые и вот так но она у меня ангарного типа теплица держится все хорошо вот так саморезиками иногда шайбы иногда без шайбы но я стараюсь чтобы вот не на самый там не на последнее такое отверстие там прикрутить а немножко пониже перестраховываясь все кто-то делает а я стою рядом когда я эти палки убираю вот можно так поднять их даже повыше чтобы они не мешали их очень легко перекрутить на другое место так что вариант хороший я долго искал этот вариант но нашла и еще такой вопрос был немножко странный для меня но это возможно потому что я плохо объяснила что я складываю такую сорную сорную всякую траву макрейцы перекати поле одуванчики которые уже засвели я не кладу в компостный вот такой вот ящик например да а кладу отдельный мешок вот у меня один уже внизу есть это не кладу сразу много потому что потом трудно поднять вот видите как я складываю это все конечно не в этом году это все будет здесь расти цветы будет стоять до весны все это перегниет и будет чистая земля потом я перекладываю эту землю тоже в торфяной мешок из-под торфа но только черной стороной сюда наверх чтобы так поприятнее был вид и немножко добавляю земли такой торфа покупного и высаживаю цветы в этом году вот здесь чтобы для наглядности чтобы видели этот мешок этот перегной у меня здесь растут огурчики они конечно могли быть немножко получше но и долго в рассаде сидели ну вот так этот вопрос вы не задавали но я думаю что может возникнуть а что у меня в этом году на балконе трех цветов белые розовые красные пусть разрастается потом я вам что-нибудь о ней расскажу попозже и напишу все названия а пока без петуния тоже не осталось вот так на балкончике на маленьком почему пиларгония на балконе ну потому что немножко надолела там петуния и вот здесь в этом году будет расти здесь она тоже в ящиках ну литров на 20 мы здесь во дворе всегда сами и думаю мы же тоже должны наслаждаться этой красотой лето идет и я с вами прощаюсь до следующих волнующих встреч так медлен покупатель говорит до свидания